Доброе утро, Ольга Михайловна, Николай Андреевич, уважаемые коллеги. Вот вижу Наталью Леонидовну уже не в качестве директора, а в качестве заместителя директора театра оперы и балета. Всех поздравляю с началом семинара республиканского проекта «Музыка для всех». Музыкальное воспитание – это основа художественного и эстетического развития личности, это важная составляющая развития ребенка, гармоничного, счастливого и любящего мира. По инициативе Михаила Ефимовича Николаева, первого президента республики Сахая-Кутия, государственного советника, в республике реализуется проект «Музыка для всех». В декабре 2014 года правительством республики принято распоряжение о реализации республиканского проекта «Музыка для всех» на 2015-2022 годы. Проект включен на республиканский план мероприятий, посвященных 100-летию якутской нашей республики. В 2020 году в городском округе «Город Якутс» создан городской музыкальный кластер, куда вошли образовательные организации, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования города Якутска и города Жатай, а также детские школы искусств, Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутский колледж культуры и искусств имени Макаровой. В городском округе «Город Якутск» у нас 54 учителя музыки, в 63 дошкольных образовательных учреждениях всего 120 музыкальных руководителей, и в учреждениях дополнительного образования у нас работает 11 педагогов дополнительного образования. По итогам «Круглого стола» по развитию работы в музыкальном кластере от 10 ноября 2021 года принято решение об обновлении Совета музыкального кластера, разработан и учрежден план работы на 2022 год. И в 2022 году, в столетии Якутской СССР, будет проведен 4-й международный конгресс «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования в России и 2-й международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». 7 февраля этого года проведено совещание Совета музыкального кластера по подготовке к конгрессу и конкурсу. Утвержден организационный комитет и принято решение о проведении отборочных этапов в городском музыкальном кластере для участия в международном открытом конкурсе исполнителей «Розовая чайка». Уважаемые коллеги, хочу пожелать нам творческой работы, чтобы все планы, которые мы наметили, исполнились, и мы к двум событиям, к которым мы будем готовиться в 2022 году, чтобы были проведены на самом высоком уровне. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые участники семинара. Доброе утро, Алексей Климентьевич. Вы выслушали слова первого президента, посвященные проекту «Музыка для всех». Я бы хотел добавить несколько слов. Вот в 2016 году Михаил Климентьевич Николаев провел ленские встречи, обсуждения с представителями Китая, Республики Корея, Японии, Российской Федерации вопросов четвертой промышленной революции. Как вы знаете, сейчас в мире идет роботизация, идет искусственный интеллект, идет система больших данных. Во все проявления нашей жизни вошел интернет. Мы это чувствуем в Якутии в своей повседневной жизни, потому что у нас практически во всех селах уже есть доступ к глобальной сети. И мы должны понимать, что мир резко меняется. И получается, что те профессии, те навыки, компетенции, которые были нужны совсем недавно, сейчас они устаревают. Есть такая книга Мартина Форда «Роботы наступают», которая вышла лет шесть назад. И там уже было написано, что в Америке уволили 70% всех юристов. И возникает вопрос, как нам подготовить своих детей к вызовам нашего времени, к их взрослению, к их вхождению во взрослую жизнь. И вот по мнению первого президента Республики Якутия, одним из необходимых и важных факторов, которые помогают нашим детям, помогут нашим детям, сейчас и в будущем, это является их занятие музыкой. Потому что это влияет не только на способности и так далее, но самое главное – дает дисциплину, дает детям навык обучения. Потому что в любом случае сейчас нам надо постоянно переучиваться. Через каждые пять лет надо изучать что-то новое, чтобы быть на волне, чтобы быть наравне со всем миром. И в этом помогает проект «Музыка для всех». И поэтому я хотел бы поблагодарить всех участников проекта, всех воспитанников проекта, всех детей, которые занимаются музыкой, и их преподавателей, с тем, что вы идете на гребне волны, вы идете на уровне мировой цивилизации. Потому что Михаил Ефимович всегда подчеркивает, нам надо быть на уровне тех достижений, которые достигла мировая цивилизация. И одним из высших проявлений этого является классическая музыка. Спасибо за внимание. Желаю вам успехов, дальнейших продвижений, и чтобы все запланированные мероприятия этого года прошли на высочайшем уровне. До свидания.